Был такой король во Франции, Людовик XVI. Его лозунгом было следующее. Главное не быть, главное казаться, он говорил. И правительство Московской области, и губернатор взял этот лозунг, прямо на себя написал в Красногорске. Он не хочет разбираться с мусором, хотя пришел три года назад к президенту и доказал ему, что нужно передать все полномочия по организации мусора и по экологии в области. Единственная территория в Российской Федерации, которая сама должна разбираться с экологической обстановкой, это Московская область. Но использовал он это для того, чтобы скрыть экологическую катастрофу в Московской области. Потому что утилизация мусора, это теперь полномочия только Московской области, даже федералы в это не лезут. И то, что происходит с мусором, со свалками, это целиком полностью на совести нашего губернатора, который тратит огромные деньги на свой пиар и одновременно не может найти деньги на то, чтобы создать правильную экологическую программу и ее реализовать. Потому что никто до сих пор не понимает, какой путь из этого кризиса, который с мусором связан на территории Московской области. Нет ни одного положительного примера переработки, утилизации мусора в Московской области. Есть разговор о том, что мы поставим четыре мусоросжигательных сдавода, но до сих пор не оплелены ни места, и вообще ни технология, потому что мир уже давно ушел дальше. Раздельный сбор мусора, возможность переработки мусора без вредных выбросов, это тот путь, по которому весь цивилизованный мир идет. А мы пытаемся взять старые технологии, мусоросжигательные заводы, которые уже где никто не ставит, со старыми технологиями, и поставить их на наши территории, причем без учета менее граждан. Вот этот разговор о том, что мы тут умные, мы самые квалифицированные, и мы определим сами, подмена публичных слушаний, внимание к мнению населения, довело всех до того, что люди выходят на улицы, перекрывают дороги. И где бы вы ни взяли, в Сергиев Посаде, в Серпухове, в Балашихе, в любом месте, где появляется губернатор своей команды, который пытается что-то регулировать, возникают локальные конфликты. Вот разговор о том, что нужно слушать людей, нужно предлагать программы, нужно делать то, что хотят люди, и, ну, это называется демократией у нас. В Московской области этого нет. А губернатор может сколько угодно тратить деньги на свои вертолеты, на вот эту компанию 360, которая выполняет только его заказы, славит его, тратить деньги на центральные средства массовой информации, которым платят только за то, чтобы был положительный образ, а потом гордиться медиарейтингом, это никакого отношения к жизни людей не имеет. Вот, кстати, пример. Совхоз Ленина никогда не платил деньги за создание положительного образа. Но положительный образ на всех каналах есть, потому что лучшая школа, лучшие детские сады, самая лучшая поликлиника, дворец культуры бесплатный, ну, и многое-многое, что мы здесь сделали. Люди приезжают и снимают. И не надо никаких денег платить. А если ты потратил все на то, чтобы не быть, оказаться, то вот что происходит. Люди выходят на улицы. И поэтому этого нельзя замолчать. Власть должна принадлежать народу. Так написано в Конституции. Гарантом Конституции является президент. Президент, на мой взгляд, давно должен был отрешить губернатора Московской области от власти. Потому что тот, несмотря на то, что обещал разобраться с экологией, с мусорными свалками, за свой срок работы, не только этого не сделал, а еще ухудшил ситуацию и сделал эту ситуацию нетерпимой для людей, которые выходят на улицы. Этот человек должен быть уволен с занимаемой должности. Но вот этот принцип, пусть глупый, но свой, к сожалению, работает в России. Да, он не может ничего сделать, но он член одного из кланов. И поэтому до сих пор он находится на своем рабочем месте. Президент не должен думать, чей это сын, чей это крестный сын, кто его привел к власти. Он должен просто применять власть. И если человек не справляется, этот человек должен быть освобожден от должности. Я так считаю.